Андрей 37-го вборга! Надо было заканчивать вовремя, потому что нога не стояла. Он не мог перевести. Нога, видел, плясала. Если бы не закончил, я не знаю. Что, совсем плохо? До поражения оставалось 22 секунды. Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и это видео о том, как Андрей Корешков на турнире AMC Fight Nights в Красной Поляне с травмированной ногой выиграл бой в первом раунде у чемпиона бразильского промоушена «Шута» Адриана Родригеса. Посмотрим бой из угла Корешкова, ну а после съездим в больницу, где тоже много чего насмотримся. Но перед началом напомню, что легальный и надежный партнер моего канала – компания Фонбет, которая предлагает новым клиентам не только бонусы, но и бесплатные спортивные трансляции в мобильном приложении. Ссылка на партнера в закрепленном комментарии. Друзья, я очень давно не уступал в Россию. В красный угол добро пожаловать бояльцы из России. Welcome to the Red Conner from Russia. Он носит в красный счет спартанец Андрей Корешков. Андрей, все внимательно, ты понял, что? Только главное – расслаблено. Быстро, на скорость. Он нагибается на правую ногу. Вот! Андрей, вытягивай, выдергивай, выдергивай! Высеки, Андрей, высеки! Твоя тема, Андрей, твоя тема! Делай, делай! Андрей, надо заканчивать! Делай! Минута, Андрюха, минута до конца! Хорош, давай! Растяни подмышки руки! Подмышки руки растяни! Растяни его! Тридцать секунд! Андрей, тридцать секунд, Бога! Надо было заканчивать вовремя, потому что нога не стояла. Он не мог перевести. Нога, видел, плясала? Ногу травмировал. В старую травму попал от Лимы. Посмотри, он сейчас не может наступать. Он ногу не чувствует. Ногу не чувствует. Ногу не чувствует. Если бы не закончил, я не знаю. Антели, спартанец! КОНЕШКА! У меня отключилась нога, и я чувствую, что если бы не сделал прием, я бы уже на второй раунд не вышел. Просто не смог. На самом деле я сделал такие вещи, как вы понимаете. Я раньше в своих техниках не прибегал. Я никогда к этому не прибегал. Да, вы прибегали в том зале. Спасибо, молодец. что совсем плохо я вначале начале не понял просто пытаясь на ногу стать держу и что-то я раз раз она у меня вот так вот подворачиваться не могу понять почему я думаю может случайно я видел его бои видел что он бьет лукики ну что-то короче пару раз я убрал ногу в моменте зазевался он попал прям вот прям под нерфом попал у меня ток ударил ногу ну я сразу упал после этого лукика в ноги до сетки мы доползли с ним и а там я пытаюсь на ногу встать она подворачивается не буду понять ну до меня сразу дошло я понимаю что надо сделать бросочек и уже фартере заканчивать потому что на второй раунд я бы не вышел я бы вышел бы но мне кажется я сразу упал бы либо судья остановил бы как только увидел в этом он и так это видел он подошел и говорит ничего подвернул ногу я говорю ну так чуть-чуть я не знаю любой другой судья если увидел что она у меня постоянно подворачивается мог бы остановить в америке тем более здесь как-то пронесло и не не ожидал такого что вот так вот одним ударом все весь план будет ну просто поломан и также хотел сделать бросочек хотел вырвать вверх но опять же опираясь на ногу она подворачивается вместе с ним вот сделал обычную посадку получилось хотел начали задушить но чуть не пошло он на боку стоял как бы не давал ну в итоге я просто моменте понял что может попробовать на руку пойти пошел на руку сделал прием есть такая проблема что лима тебе когда-то давно отбил ногу и вот теперь это боль всегда с собой или нет да нет такого нет просто ну он реально он тоже сильно бьет сейчас парень ударил хорошо сильно по футбольному я просто в моменте ну не смог среагировать вся твоя команда перед боем каталась на горных лыжах ты рассчитывал завтра наверно тоже покататься на самом деле да я думаю что покатаюсь но походу не в этот раз не судьба подворачивалась и они прям прохрустывали у меня все ну как друг об друга играли вот здесь вот даже надулась что-то не знаю почему сейчас что беспокоит ничего на чё ну болит она вот это ушло а не менее не менее ну уходит а потихоньку уходит накаток ноги на кассе едем сразу кучу котен мы тебя откатаем вот отсюда и все это про где-то не за 10 красной поляне сейчас доктор сам на машине сейчас быстренько посмотрим и как лучше саду разъездим в андрюк ну ну давай на полчаса уже зато спокойнее будет потратить может что-то как-то сейчас ночью раздует мы можем взять коты я нерв заблокирую сразу анестетик с витаминами он в любом случае быстрее восстановит ты вот когда выходил из клетки ты мне сказал блин чуть не проиграли так как бы он дрался бы на одной ноге потом ты пойми это серьезная тема ну я испугался потому что я смотрю андрей не может перевести конечно с тому микки начнут он там бороться не умеет у него нога не стояла переводился одной ногой ты он не мог поднять она пляж ты понимаешь это конец я знаю что он это лоу анулимо отбил понимаешь ну зачем это говорит что все это добили андрея бесполезно это дело случая тут не отбили ему ногу ты пойми просто так совпало что попали в нерв и нерв щемануло и нога отнялась это блин это раз на тысячу такое происходит да это не значит что он сейчас все будут бить и попадать в нерв короче я скажу так если вы хотите понять что у андрея было у каждого наверно сидел долго сидите ноги и отсидели ногу встаете и все и падаете вы ее не чувствуете что как-то где-то спят заведующее отделением местной больницы который был на турнире сам отвез андрея на обследование выяснилось что серьезной травмы нет вскоре корешков восстановится чего не сказать о лыжниках и сноубордистах которых мы увидели в той же больнице меня зовут александр лютиков подписывайтесь на меня в телеграме инстаграме и ютубе чтобы ничего не пропустить короче ребят мы сейчас здесь болит сидит здесь от 50 до 100 случаев серьезных травм катайтесь аккуратно мы реально сейчас видим здесь да картина прям страшно представьте по 100 пострадавших в день а какие горы умеетовский район это это что скидц у мадинский дагестан дагестан я живешь я в киргизию ходил вижу этот знаменитый рисуахский каньон там очень много очень интересно скажи мне мне все нравится там покупаться можно можно теплая вода не а вот тогда как-то купаться